Всем привет, с вами Вера Вишневецкая и это Ермак Медиа. И сразу с места в карьер. Соловьев опять возбудился и не на то, на что обычно возбуждаются люди, а очень первертно. Опять уральцы не дают покоя несчастному. Смотрю я его очередной ничем не обоснованный высер в сторону ИКБ, и меня не оставляет ощущение, что у господина Соловьева словно бы очередной маниакальный эпизод, потому что нести такое-то, но только в состоянии гипомании, по-моему, возможно. Давайте, мрази, сатанисты, люблю я вас выводить на чистую воду. Когда я говорил Екатеринбургу, когда я говорил, что бесы у вас ходят, когда вы не смотрели на правде в глаза, когда вы пытались защищать и говорить, Владимир Дольфович, ну зачем вы так в суд на меня подавать? Кто из вас скакал с волосей и не хотел, чтобы был храм? Теперь, что вы скажете, сатанинские вы...ки, бесы! Адвокаты! Мистическое мышление, бесы и разные сущности в виде гномиков, это, конечно, забавно, но называть жителей целой области сатанинскими выблятками не перебор ли? Тортвимада, один из самых известных кровожадных инквизиторов, тоже любил такие речи вещать, мол, демоны кругом в женском обличье всех сжечь. Я так думаю, параллель мысленно все провели, да? Следующий этап, это, наверное, уже вопить как чел с труднопроизносимым псевдонимом Сиранхелия про... В меня обстрелились, хуепесы! Ну а что, люди любят фриков, как не воспользоваться этим ради хайпа и заработка? Наши, кстати, Соловьеву все же ответили, хотя можно было бы уже просто забить. Но и вроде бы их же не обижаются. И тем не менее, и губернатор наш Куйвашев высказался, и Александр Васильевич Новиков. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком. Ты фильтруй хрюканину. Насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало. В общем-то, спасибо им за неравнодушие и уместную такую ответочку. Не удержалась от ответа и Ксения Собчак. Она выразила опасения насчет психического состояния нашего героя. И добавила, что это ему не помешал бы экзорцист. Мы, конечно, тоже не смогли остаться в стороне. Нашли на просторах интернета трек. И записали на него видео. И теперь он не рукопожатый. А вообще, как можно говорить что-то плохое про Урал, если у нас в Реже за участие в мобилизации дарят бесплатную стрижку? И вообще, по городу раскиданы билборды, цитата, «Режь – город счастливых людей». В Кургане тоже красота. Там за участие в мобилизации дарят килограмм сала. Надеюсь, не такого, как в бойцовском клубе, которое выкачали во время липосакции. И не от предыдущих призывников. Да, кровь, кишки, пирожки, да. Но не только. У нас публичные люди страдают проблемами с управлением, гневом и другими когнитивными проблемками. Например, Кронпринц Саудовской Аравии сомневается в ясности ума Байдена. Ой, да неужели он тоже? Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Саудовском правительстве. Как стало известно, в частных беседах 37-летний Кронпринц часто высмеивает американского лидера из-за допускаемых оплошностей. Также Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд заявил своим советникам, что Байден не впечатлял его еще в бытности вице-президентом США, сообщили собеседники издания. Более того, наследный принц Саудовской Аравии не скрывает, что больше предпочитал работать с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом. В частности, по мнению саудовских должностных лиц, на встрече лидеров в июле глава Белого дома не был заинтересован в политических дискуссиях и не хотел там присутствовать. Ну, спать хотел просто, наверное, как обычно, мы уже все привыкли вроде. Вместе с тем, официальные лица США утверждают, что Байден уделял этим встречам значительное время и энергию. Врач-хирург из Германии, 46 лет, отроду, видимо, тоже нуждался в дополнительном заряде энергии. Иначе как объяснить то, что он обсыпал свой половой орган кокаином так, как обсыпают торт сахарной пудрой и убил им свою любовницу? Да, он убил своим хуйцом свою партнершу. Девушка умерла от передатировки наркотиком, а врач отправился отсиживать срок. Вроде бы врач, а Дозняк не рассчитал. В Москве же заведено уголовное дело после кражи 60 миллионов рублей. Мошенники в банкоматах Альфа-банка обналичили более 60 миллионов рублей, используя банкноты банков-приколов. Вы, как всегда, можете поддержать нас донатом на Donation Alerts. И есть очень крутая возможность оформить платную подписку всего за 50 рублей в месяц на Boosty. Наши ролики на Boosty выходят значительно раньше, чем на YouTube. Илон Маск назвал идиотом и придурком шахматиста Каспарова в ответ на критику позиции Маска по Украине. Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск ответил шахматисту и политику Гарри Каспарову, признанного рафиноагентом, который посоветовал не давать Киеву указаний со стороны тех, кто, цитата, «сидит в своих комфортных особняках в Силиконовой долине». Высказывание касалось плана Маска по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Он отметил также, что хотя Каспаров, цитата, почти так же хорошо играет в шахматы, как и его айфон. В остальном он идиот. Кстати, насчет Украины. Пьяный украинец врезался в дом британки и оправдался, знаете, чем? Конфликтом на родине. Вот же ж хитрый жук! Из Одессы, наверное. Ну и напоследок, важное предупреждение, ребятки. Ученые опубликовали исследование о негативном влиянии вейпов на тестостерон и, цитата, «окислительный стресс в яичках», что впоследствии приводит к бесплодию. Берегите, в общем, свои, ну, вы поняли, яички, парите поменьше. А с вами была Вера Вич Невецкая. Увидимся!